Орлы, вы такого еще никогда не видели. По названию привычки вы уже поняли, но мои орлы на стриме, стримовые орлы, проверили. Никто еще не снимал Димитреско против Димитреско в Resident Evil 8. Я решил быть первым. Так что я поставил мод на свободную камеру. Вот у нас как бы тут Димитреско. Кстати, у него что-то очень человеческая кожа, и она нормального роста, типа, но... Но, вот, блин, шляпа прикрывает. Ну, почему-то еще, кстати, камера притормаживает. Вот сейчас мы посмотрим, как работают катсцены, и я хочу катсцены с Димитреско, так сказать, посмотреть, как они выглядят. Ну да. Слушай, прикольно. Орлы, кому нравится идея? Я готов пройти всю игру от трех лиц. Напишите в комментариях, кому понравилась идея. Если будет много желающих, я попробую. Ну, немножко, ну, кривовато работает, вы тут же понимаете. То есть, дочки тащат Димитреско. Что тебе нужно спасти мировое древо, и для этого ты должен обучиться у него. Но для этого ты должен найти для него порцию вкуснейших пельмешек. Мироза пельмешей. Слушай, топ, как это назвать, сценка. По-другому это называли. Топ-сценка на биомутант у топовых людей. Это канал Юнио Продакшн, и у них самый лучший обзор на биомутанту. Слушай, ну это оригинальное начало. То есть, не просто вам геймплей, а реально сняли сценку в смешной шапке, не знаю, с озвучкой под игру. И это выглядит круто. У них еще проходит конкурс. Давайте послушаем условия конкурса. Я хочу вам приять участие. Я никогда не верю, что я где-то выиграю, но тем не менее. Ну, слушай, у них просто очень классно все. Я хочу попытать счастье в их конкурсе. И для того, чтобы вам в нем поучаствовать, вам необходимо сделать несколько простых действий. Таких, как поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, в котором ты должен ответить на вопрос. Что бы ты делал, если бы был на месте главного героя и оказался бы в мире биомутант? Орлын, давайте сделаем это вместе. Пишите в комментариях, что бы вы делали, оказавшись в мире биомутанта. И я напишу честно. Я зашел, кстати, со второго канала зачем-то. Ну, просто у меня в браузере второй канал. Я напишу честно, без вранья. Что бы я делал, оказавшись в мире биомутанта? Я бы обосрался. Напишу честно. Потому что я зумер. И без интернета я никто. Вот так вот. Под чесноку. И как положено. Ссылка в описании. Орлын, давайте вместе поучаствуем в конкурсе. Обычно удача идет за мной. Так что, скорее всего, поучаствовав по ссылке внизу в описании, но вот это видео я оставлю ссылку, вы выиграете. Необычно, да? Ну, блин, выглядит прикольно. Сейчас потом как-то будет на кресте выглядеть, но анимации все на месте. То есть это... Ну, камера немного лагает, да? Но в целом выглядит, ну, более-менее. Ну, кроме вот этих моментов. Потому что игра явно не готова к этому. Причем даже камера в нормальном... Видите, крюк видный. Камера встает очень классно. То есть... То есть, если этот режим доработать, ну, как будто так и задумано. Блин, я не знаю, может, этот мод надо было выключить. Опять желтый значок, сука, понавешивает. Ну, посмотрим, как он. Ну, давай. Я очень надеюсь, что не понавешивают. Ой, тут правда... Тут как бы плохо видно. Уже начал подтухать. Камера, кстати, чуть-чуть можно крутить. Ну, немножко. Ну, правда, тормозит и лагает, но... Более-менее жить можно. То есть, Димитреска поймала Димитреска в замке. Это гениально. Такая правда, Димитреска говорит голосом Итана. Надо еще Вайсморфер бы накрутить. Ну, слушай, ну как же классно. О, подожду сколько хочешь, Итан Уринкас. Но очень классно выглядит. Это гениальный мод. Сыграть может даже за дочку Итана. Да, даже такое есть. Не, ну как классно это выглядит. И это более чем играбельно. Что самое лучшее. Давайте посмотрим, как он с креста будет слезать. Но это не крест, это с этих... Там нужно на руки посмотреть. Ну да, видите, даже это работает. Интересно, как он боярщик будет лить. Шапка единственная. Ну, слушай, ну в принципе это нормально смотрится. Если бы не эта огромная шляпа, она выглядела бы даже лучше. Не, ну слушай, классно смотрится. Я еще одну сцену хочу отыграть, где там телефон и зеркало. Единственное, что голос мешает. Вот бы голос поменять хотя бы через просто voice morpher. Но это не получится подключить просто voice morpher. Хотя надо посмотреть, естественно, в OBS'е же должно быть что-то. Я мог в OBS'е, хотя это все голоса поменяет. Да, это проблема. Это не так и просто не сделать. В монтаже можно, кстати. Я бы мог заморфить голос. Но это придется над каждой репликой работать отдельно. У-у-у, как камера, конечно. Да. Кстати, в любой момент игра позволяет сделать вот так. Но тут у меня режим с головой. Потому что у персонажей нет головы, кто не знал. И поэтому мы как бы камера, вот эта невидимая, вот эта невидимая камера, она есть голова. У персонажей нет головы. Поэтому если я сделаю вот так, мы видим типа глаза и нос. Потому что теоретически, типа, я могу посмотреть ей на лицо, но перс крутится все время. Как будто это реальный режим от трех лиц, так сказать. Ну что, продолжим. При следующей встрече. Тот самый момент. Я держу анимацию посмотреть. На самом деле, анимацию выглядят, ну, достаточно нормально. На удивление. Самое интересное, это то, что будет потом. Я не знаю, как можно было не заметить Итана. Ну, то есть нужно было, нужно быть слепым. Потому что Итан практически, вот он смотрит, он на виду. То есть даже если он прям лег, его бы было видно. Так необычно. Миранда смотрит на Миранду. Миранда. Так, ну погром, в принципе, дальше, я думаю, не сильно интересно. Давайте перемотаем уже на тот самый момент, когда случится то, что должно случиться. Но у меня до сих пор не покидает чувство и желание пройти игру вот в таком режиме. Попробовать. Так, в премьере выжить, сейчас Диметреску появится. Вот сейчас самый топовый момент. Ради... Твою мать, действительно. Вот это и интересный момент. Диметреска вроде в Диметреску противостояния. Чё, чё, тесто как отрубленная рукава выглядеть будет? Я не помню, а здесь или не здесь это отрубленная рукава была. У меня тут не стоит фрикам. Я не могу полностью управлять камерой. То есть камера всего к персу привязана. Но я не стал ставить все эти моды. Я поставил ровно столько, чтобы, ну вот, играть. Но, в принципе, довольно играбельно. То есть, видите, даже в узких коридорах на этом моде играть можно. То есть, вот, смотри. Ну, нормально. Шапка только мешает, но тут уж как одеваться. По сути, тут даже анимация... Ну, по сути, все анимации есть. Как будто игра и продумано по третье лицо. Тут есть все анимации. То есть, анимацию ног-то можно было и не делать персу, да? Потому что мы-то не видим. Но, по сути, тут есть все анимации движения ног. Просто мы их подплатим, не видим. Но они есть. По факту они есть. Вот это внимание к деталям. Это вам не киберпанк, где я смотрел видео, где там нет анимаций. По сути, за пределом первого лица. Давайте сейчас посмотрим, как это выглядит. Видите, никого нет. Но мы все равно не сможем посмотреть, но, тем не менее. Как это выглядит сейчас будет. То есть, а реально там стоит, понимаете? Да, блин, я бы... О-о-о! Я разорву тебя. Так, ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление. Я даже вот буду закрываться так можем. Естественно, как отталкивание персов выглядит. О-о-о! Вот это, конечно, боль. Ну ладно, на этом остановимся. Дальше тут особо интересно не будет. Можно было гробницу еще показать, но мне проходить очень долго до этого момента. Так что вот, орлы. Как вам вот такой мод? Поэкспериментировать ли меня еще уже с прохождением? Я думал, может, нам постримить игру от трех лиц, так сказать. Просто попробовать пробный стрим, потому что ощущения совершенно другие будут. Прицел на экране есть. То есть, теоретически, я смогу проходить игру. Теоретически. Практически, не знаю. Так что, орлики в бей. До следующей серии. И до следующего видео. И всем пока.